В этой части мы с вами продолжим работу и рассмотрим способ соединения мотивов между собой. Для того, чтобы начать присоединение, мы выполнили первый наш элемент целиком. Второй мотив, который мы будем присоединять к первому, мы не довязали частично в последнем ряду. То есть, не довязали шестую часть нашего шестиугольника. И будем присоединяться в трех местах. Здесь, здесь и здесь. Перед тем, как приступить к присоединению мотива, мы должны их сложить вот таким образом. Изнаночной стороной вовнутрь. При этом, не довязанный мотив находится сверху. Присоединяться мы будем сначала в арочку из пяти воздушных петель. Я выполнила две воздушные петли. И теперь в арочке из пяти воздушных нашего готового мотива, мы должны найти центральную, то есть третью воздушную петлю. И в нее выполнить столбик без накида. Таким образом мы присоединились. Далее продолжаем вязать второй мотив. Выполняем две воздушные петли. И столбик без накида в ту же арочку, куда выполняли ранее. Выполнили. Затем необходимо провязать столбик с одним накидом в столбик без накида нашего второго мотива. Выполняем. Затем по узору одна воздушная петля. И еще один столбик с одним накидом туда же. Провязали. Теперь выполняем одну воздушную петлю. И снова присоединение. Теперь мы присоединяемся в арочку из трех воздушных петель. Вводим крючок. И выполняем столбик без накида. Присоединились. Затем снова одна воздушная петля. И вяжем по узору. В тот же столбик без накида предыдущего ряда провязываем еще один столбик с одним накидом. Затем одну воздушную петлю. И еще один столбик с одним накидом. Затем столбик без накида в следующую арочку воздушных петель. И теперь две воздушные петли. И последнее присоединение. Вот наша арочка из пяти воздушных готового мотива. Как и в начале присоединения, мы должны в центральную третью воздушную петлю ввести крючок и выполнить столбик без накида. Присоединились. Далее две воздушные петли. Затем столбик без накида в ту же арочку. И мы заканчиваем ряд, выполняя соединительную петлю в третью воздушную петлю подъема. Работу мы закончили. Вот таким образом выглядят наши мотивы, соединенные между собой. В трех местах. Здесь, в центре и здесь. Сейчас мы с вами рассмотрим, как правильно присоединить наш элемент в готовом полотне уже к связанным ранее нескольким мотивам. Вот наш мотив, который мы будем присоединять. Мы опять-таки частично не довязали последний ряд. И в верхней части нашего полотна мотив будет присоединяться в одном месте. То есть в эту арочку из пяти воздушных петель. А по этой стороне нашего шестиугольника в трех местах, как мы соединяли ранее. Здесь, здесь и здесь. Точно так же, как и ранее, мы складываем наши мотивы изнаночной стороной вовнутрь. И сейчас сразу присоединяемся в верхней части. То есть в ту арочку из пяти воздушных петель готового мотива, которую только что показывала. Для этого мы сначала выполнили две воздушные петли. И теперь необходимо провязать столбик без накида в эту арочку. Провязали, присоединились. Далее продолжаем вязать наш последний мотив. Выполняем две воздушные петли. И провязываем в ту же арочку столбик без накида. Далее выполняем по узору столбик с одним накидом над столбиком без накида предыдущего ряда. Затем одну воздушную петлю и снова столбик с одним накидом в тот же столбик. Выполнили. Теперь три воздушные петли. И снова провязываем один столбик с одним накидом в тот же столбик без накида. Затем выполняем одну воздушную петлю и еще один столбик с одним накидом. Мы провязали по узору, далее в следующую арочку выполняем столбик без накида, затем 2 воздушные петли и мы будем присоединять наш мотив уже другой стороной к следующему мотиву в полотне в 3 местах. Сначала в эту арочку, затем в эту и в эту. Сейчас мы провязали 2 воздушные петли и как и ранее в арочке из 5 воздушных нам необходимо найти третью центральную петлю и в нее выполнить столбик без накида. Таким образом мы присоединились. Далее снова 2 воздушные петли и продолжаем вязать по узору. Выполняем столбик без накида в ту же арочку. Затем столбик с одним накидом над столбиком без накида предыдущего ряда. Далее 1 воздушную петлю, снова столбик с одним накидом в тот же столбик без накида. Теперь 1 воздушная петля и следующее присоединение под арочку из 3 воздушных петель готового мотива. Вводим крючок и выполняем столбик без накида. Далее 1 воздушная петля и мы продолжаем вязать последний ряд. Выполняем в этот же столбик без накида еще 1 столбик с одним накидом, затем 1 воздушную петлю и последний столбик с одним накидом. Провязали. Далее столбик без накида под следующую арочку из воздушных петель. Выполнили. И теперь 2 воздушные петли и последнее присоединение. Вот наша арочка из 5 воздушных петель готового мотива. Отсчитываем 1, 2, 3 петлю. Для нее вводим крючок и выполняем столбик без накида. Затем 2 воздушные петли. Заканчиваем выполнение последнего мотива. Под арочку провязываем столбик без накида. И заканчиваем ряд, выполняя соединительную петлю в третью воздушную петлю подъема. И теперь посмотрим, что у нас получилось. Мы закончили присоединение последнего мотива в полотне. И посмотрим, что сначала мы присоединялись в арочку из 5 воздушных по этой стороне нашего шестиугольничка в одном месте. По другой стороне в трех местах, как и ранее. Под арочку из 5, потом под арочку из 3 и снова под арочку из 5. Далее нам необходимо будет продолжить работу и выполнить серединку. То есть в заполнении вот этой пустоты. При заполнении мы будем присоединяться в 4 местах. В эту арочку. Затем в следующую. В эту. Здесь. И закончим в том месте, откуда начинали. Для выполнения серединки мы взяли отдельный клубочек ниточек и закрепим ниточку в первой арочке в начале присоединения. Сейчас мы должны выполнить 1 воздушную петлю подъема и 3 воздушных петли для соединения. 1, 2, 3. И первое присоединение будет в арочку напротив. То есть в арочку из 3 воздушных петель мотива, который находится сверху. Для этого мы должны выполнить в эту арочку вот таким образом с изнаночной стороны столбик без накида. Мы присоединились. Таким образом. Теперь выполняем 5 воздушных петель и соединяться будем уже в следующую арочку. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. Теперь точно так же с изнаночной стороны мы должны ввести крючок в эту арочку и выполнить столбик без накида. Мы присоединились второй раз. Теперь снова 3 воздушные петли. Теперь немножко нашу работу развернем. И нам необходимо будет присоединиться в следующую арочку другого мотива. Точно так же с изнаночной стороны, это очень важно, мы вводим крючок, рабочая ниточка при этом сверху и выполняем столбик без накида. Присоединились. И теперь для того, чтобы закончить соединение, выполняем 5 воздушных петель и закончим работу воздушную петлю подъема. Выполняем. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь выполняем соединительную петлю, воздушную петлю подъема. Мы соединение закончили. Сейчас обрежем ниточку и посмотрим, что у нас получилось. Вот таким образом выглядит серединка, которую мы только что заполнили. Точно так же мы выполнили заполнение, соединив 4 этих мотива. Перед вами лицевая часть полотна. Вот так выглядит наше полотно с изнаночной стороны. Сегодня мы с вами научились вязать небольшие шестиугольные мотивы, а также рассмотрели способ соединения таких мотивов в полотне. И научились в этом же полотне заполнять серединки. На сайте shiru.ru вы сможете найти много подробных, удивительных и интересных мастер-классов. Желаю вам творческих успехов!